Значительное сокращение запасов сырой нефти, отраженное во вчерашнем докладе Американского института нефти, естественным образом привело к некоторому росту стоимости так называемого черного золота. Однако принципиально ситуация не поменялась. Нефть по-прежнему торгуется в диапазоне между уровнями в 72 и 78 долларов за баррель. Более того, даже сокращение запасов на более чем 4 миллиона баррелей не смогло приблизить нефть к верхней границе. Скорее всего, это сделают сегодняшние данные Министерства энергетики Соединенных Штатов, которые должны показать не только сокращение запасов нефти, но и топлива, после чего уж точно должно начаться движение к верхней границе диапазона. Золото в очередной раз попыталось достичь отметки в 1930 долларов за тройскую унцию, после чего сразу же опустилось ниже уровня в 1920 долларов. Этот шаг указывает на преобладающий нисходящий тренд, что поддерживает возможность возвращения цены к уровню в 1900 долларов, а вот для роста графика необходимо пробиться выше уровня в 1950 долларов. Но как мы уже неоднократно отмечали, реальных причин для роста стоимости золота нет, а недавний его подъем обусловлен исключительно техническими факторами. А вот тренд на снижение носил устойчивый и масштабный характер, причем произошло все это в довольно сжатые сроки. Существует огромное количество факторов, способствующих как раз снижению стоимости золота. Главная из них – это жесткая монетарная политика, проводимая ключевыми центральными банками. При этом процентные ставки, скорее всего, будут расти и дальше. Так что уже в самое ближайшее время золото может опуститься ниже уровня в 1900 долларов за тройскую унцию. Бездействие Банка России в отношении продолжающегося ослабления рубля уже начинает вызывать все больше и больше вопросов. И главный из них – до какой степени может ослабнуть национальная валюта. И слова про 100 рублей за доллар кажутся уже многим констатацией факта, который лишь по какому-то недоразумению еще не свершился. В теории курс может достичь локальных значений в 100 и, возможно, даже в 120 рублей за доллар. Однако такое продолжительное укрепление доллара может привести к перегреву длинных позиций и вызвать резкий разворот котировки в виде технического отката графика вниз в пользу рубля. Главной же причиной бездействий Банка России является платежный баланс. Доклад о состоянии которого будет опубликован лишь во второй половине июля. Получается, что до тех пор регулятор может и дальше сидеть сложа руки. Однако слишком быстрое ослабление рубля будет вызывать все больше и больше общественного беспокойства, чего никто допускать, конечно же, не хочет. Но что еще важнее, так это то, что чрезмерно слабый рубль наносит серьезнейший урон компаниям, занятым импортом товаров, а главное оборудование. Эти виды бизнеса и так изрядно пострадали из-за западных санкций и потратили множество сил и гигантские средства на переориентирование на новых поставщиков и перестройку логистических цепочек. Запаса прочности у них в принципе сейчас нет. Дальнейшее ослабление рубля может привести к довольно крупным банкротством и потере работы тысячами и тысячами людей. Допускать подобное крайне опасно и довольно опрометчиво. Так что хотелось бы верить, что по мере приближения доллара к отметке в 100 рублей Банк России все же начнет предпринимать хоть какие-то действия. Кроме того, сама последняя волна ослабления рубля носит скорее эмоциональный характер. Фундаментальные факторы указывают исключительно на рост рубля. В частности, Банк России, скорее всего, еще раз повысит ключевую ставку на своем очередном заседании. Да и сам уровень процентных ставок сейчас столь высок, что как только эмоции несколько улягутся, рубль, скорее всего, начнет постепенно крепнуть. Просто в силу диспредитета процентных ставок. На этом у нас пока все. Мы продолжаем следить за развитием событий на финансовых рынках. Подписывайся на наш канал и будьте в курсе новостей вместе с нами. Увидимся в следующем видео. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова